Второй принцип – это адаптация. Адаптация тоже у людей разная, но есть основные принципы. Когда тело адаптируется к увеличению работоспособности, потребности в результате тренировок, в нем наступают незаметные перемены. Может, климата другая, может, особенности тренировки другие на высокогорье, на среднегорье, и человек каждый раз должен адаптироваться в окружающие. Улучшение сердечно-сосудистой системы, увеличение силы и выносливости мыслей – все пройдет через адаптационную систему. Третий принцип тренировки – это перегрузка. Тренировки и перегрузки составляют системы тела улучшать свою работу. Пока тело адаптируется по повышенной нагрузке, его надо увеличивать. Если перегрузка слишком сильная, значит, тогда надо улучшить полезное тело тренировки. А если человек хорошо адаптируется к перегрузке, значит, постоянно поднимать перегрузку, это привезет к тренированности. Четвертый принцип – это прогрессия. Чтобы добиться адаптации в результате применения принципа перегрузки, тренировки должны быть прогрессивными. Значит, если я понимал штангу, сегодня 100 килограмм делаю силовую подготовку, один месяц, два месяца, с целью повышать силу 25-30%. Чтобы в конце этой этапы у меня улучшились результаты на 30%. Если увеличить нагрузку тренировок слишком быстро, тело не сможет адаптироваться и заболеет. Внимательный контроль под нагрузками тренировок гарантирует устойчивые показатели успеха и позволяет избежать опасности перетренировки. Перетренировки принесет к травмам. И, как я сказал, самое важное – это здоровье человека, здоровье вашего спортсмена. Чтобы он развивался, надо больше целых тренировочных дней. Пятый принцип – это специфика, специальная работа именно по боксу. Анаэробный спорт, это бокс, должен сосредоточиться на анаэробной выносливости, фитнес. Усилия направлены на короткие тренировки. Бег на длинной дистанции рекомендуется скорее как поддерживающая тренировка. И, конечно, в общеподготовительном этапе, составляя фундамент, аэробный фундамент, придется делать и длинные прогулки, и длинные беговые тренировки. Но, как мы знаем, если мы делаем что-то медленным, мы станем медленным. Если мы что-то делаем быстро, мы станем быстрыми. И поэтому больше боксерам рекомендуется бегать на средней дистанции, потому что это именно позволяет повышать уровень анаэробных качеств. Разнообразие. Программы должны быть разнообразными, чтобы поддерживать интерес спортсменов и избежать скуки. Подход, работа, отыск, тяжелое, легкое, легкое являются основной принципом разнообразия. В том числе и разнообразие в окружающего, разнообразие тренировочных мест уже психологически поднимает интерес человека к тренировкам. Плюс, если поменять систему тренировок, например, тренироваться к морю, спуститься вниз, потом на среднем горе, тоже влияет уже на психику человека. Седьмое принцип. Вот наша любимая разминка и заминка, которые некоторые боксеры пропускают или делают неотрицательным. Значит, очень важная часть разминка и заминка. При разминке мы подготовим наш организм к основной работе. Каждая тренировка должна включать время для разминки и заминки. Заключительная часть. Разминка уменьшает риск травмы. Плюс, именно в специальном части разминки мы много пройдем таких упражнений, которые у нас будут в главном части. После общей разминки начинается специальная разминка и в специальном разминке именно делается боксерское упражнение, как бой с тенью, бой с тенью с партнером, разные игровые упражнения с партнерами. И заминка помогает телу удалить продукты выделения, образовавшиеся во время тренировки и возвращает тело в нормальное состояние. Называется состояние гомеостаза, где организм в полном покое. В том числе и это что эти продукты, которые во время тренировок у нас бывают, это молочная кислота в основном, плюс набраженность мышцов, особенно при боксерских упражнениях и при силовых упражнениях, надо делать обязательно легкую растяжку. Восьмой принцип тренировки – это долгосрочная тренировка. Спортсмены ощущают долгосрочные результаты регулярно и прогрессивно перегружая систему своего тела. Называется система суперкомпенсации. Долгосрочная суперкомпенсация. Тренеры должны иметь терпение и наблюдать прогресс своих спортсменов. Избегайте слишком сильный нажим. Не требуйте слишком быстро и слишком скоро результатов. Исследования показывают, что чемпионы тренируются 8 до 10 лет, чтобы достичь своего пика. Но есть и другие индивидуалы, которые могут побыстрее достигаться к этому уровню. Но это значит, что у них должен быть очень хороший опор функциональной системы. Очень хороший фундамент, на чего строить всю карьеру. Девятый принцип – это обратимость. Значит, адаптация, стимулированная тренировками, обратима. Когда спортсмены перестают тренироваться, они постепенно теряют психологические качества, поддерживающие их спортивное поведение и работу. Тренер должен разрабатывать программу тренировок, которая бы поддерживала спортивную форму, приобретенную в течение года, особенно вне активного сезона. Значит, в Германии были такие программы. Построили две олимпийских циклов, плюс четыре года для восстановления высокого уровня спорта. Потому что организм не может адаптироваться, он имеет совсем другие качества, которые человеку нужны в ежедневной работе. И поэтому постепенно, чтобы выйти из этой ситуации, им организовали четыре года восстановления из пики формы. Ну, конечно, в Германии в это время, в 80-х, 90-х лет, это значит, вылечили. Десятый принцип – это умеренность. Долгосрочный успех достигается умеренностью во всем, включая тренировки. Поддерживать перспективность тренировок позволяет спортсменам проводить время с семьей, выполнять школьные обязанности и осуществлять социальные контакты с семьей, с друзьями, с родителями. Ничего не отвратит спортсмена от спорта быстрее, чем и с лишним акцентом на физическую подготовку. И поэтому рекомендуется, когда планируется каждое занятие, также делать разные тесты спортсменам при работоспособности, которые уже указывают, на каком уровне спортсмен находится и улучшаются ли у него спортивные результаты. Если не улучшаются, может быть, перегрузка, начинаются травмы, но на это очень важно обратить внимание уже вовремя. Если слишком поздно, мы, значит, начинаем уже заниматься с лечением спортсмена, уже не можно разговаривать при разнообразной подготовке. Так, к следующему пойдем к методологии преподавания и тренировок. Они немного от друг друга отличаются, от разных формах, но в основном цель одинакова, чтобы повышать уровень спортсмена, повышать уровень подготовки, постоянно совершенствуя его. Методы преподавания. Метод наглядного показа. Метод объяснения. Метод обсуждения. Метод анализа. И наглядный метод. Значит, когда мы обучаем боксера, мы покажем движение, мы расскажем, почему мы делаем это движение, с какой целью, мы должны объяснить. Объяснить. Меняешь. Выключить телефон. Метод обсуждения, когда мы, например, делаем тактические занятия, обсуждаем со своим спортсменом, какие удары, какие защиты он должен применить для успешного действия. Метод анализа. Анализ тренировочных программ. И анализ результатов тренировок. Так, методы тренировки. Есть у нас, в принципе, два варианта тренировок. Прерывный метод и беспрерывный метод. Прерывный метод это с перерывами, беспрерывный это постоянное движение, постоянное занятие, которые могут длиться 10 минуты или часа. Например, бег 20 километров. А беспрерывный метод это с постоянной интенсивностью, с изменичивой интенсивностью. Называется также метод Фартлика, где постоянно изменяется темп работы. Прерывный метод или прерывственный метод это с повторениями или с интервалами. Интервалы работы 10-секундовые, 15-секундовые. Есть у нас прогрессивные и адаптативные интервалы. С повторениями обычно развивается сила, с повторным методом делаются повторы на одном станции, серии повторений упражнения из разных упражнений. Повторениями также можно делать круговой метод с повторениями, а также можно делать круговую тренировку с интервалами работы. например, 30 секунд работа на станции или при методе кроссфита например, 10 повторений на одном станции в течение минуты, потом переходим на другую станцию. метод наглядного показа. Показывайте шаг за шагом, если возможно, используйте точный порядок физических действий. Пока показываете, объясняйте причину и значение каждого действия. Показ будет иметь успех, если тренер и его запланировал так, чтобы показать все этапы действия правильной последовательности. Так, извиняюсь, у кого-то микрофон открыт. Немного мешает. можно вопросик, которые по ходу просто как бы... Да, конечно, Берик, пожалуйста. Пожалуйста. Значит, вот эти методы преподавания для спорта высших достижений, правильно же, я понимаю? Ну вот для начинающих тренеров, которые только-только начали, это тоже очень важно. Вот невозможно, вы же согласитесь, что невозможно боксера переделать, когда уже какой-то, ну кто, я не знаю, мало грамотный или там мало это самое там опытный тренер поставил школу бокса, вот понимаете, его переучить уже практически невозможно будет, правильно же? Сколько этот опыт показывает, что это практически невозможно. Поэтому это методы только преподавания именно для спорта высших достижений, заслуженные мастера спорта, кандидаты, мастера международники заслуженные. У нас будут моменты именно для детских тренеров, то есть поставить школу именно в боксе, это очень важный элемент же. То есть удары на встречу у нас никто не бьет, вот у нас, я не знаю, где кто, но у нас моменты удары на встречу, сайпстек, вроде показываешь, вроде понимание есть, но за редчайшим случаем именно по женскому боксу то есть моменты есть, которые мне бы хотелось все-таки обратить особо внимание на постановку школы бокса, понимаете, методы очень сильные, серьезные методы, наглядные показы, как правильно показать, если с детства мы это начинаем, детский тренер начинает школу ставить, это, конечно, очень важно, я извиняюсь. хорошо, как раз к этому и придем, что у нас есть методы преподавания, именно обучения спортсменов и есть методы тренировки, значит, если мы вначале начинаем их тренировать, без обучения, они, естественно, не учатся к правильным движениям. Основание школы бокса, ну, у меня программа три месяца основные движения, шаги в сторону, шаги вперед-назад, повороты, сайдстепы. Вот, вот, вот эти самые главные моменты, которые непосредственно нужны для начинающих, вот именно, хороший там шаг вперед, шаг в сторону, шаг влево, извините. Да, также удары, все защиты, потом уже начинаем уже с развитием. Хорошо, учили начало на месте удар, прямой удар, например, в голову, подставка, как защита, потом уже оттяжка, шаг в сторону, против одного удара пройдем все защиты, или все одинаковые защиты против разных ударов, потому что движения у людей именно в боксе очень быстрые движения нужны, но сначала надо делать медленно, как правильная дидактика преподавания из медленного до быстрого. Сначала медленно надо делать, но поскольку у нас боксерские движения не должны быть медленными, мы при ходе тренировки уже начинаем усваивать, наши спортсмены начинают уже осваивать правильное движение, и это надо делать уже быстро, но не надо начинать слишком рано, потому что особенно у молодых людей у них появится страх, закроются глаза, поворачивается голова, не делают правильное движение, поэтому посредственно надо разрабатывать школу бокса, и хотя мы переходим уже на следующий этап подготовки, на базовую подготовку, из новичка на базовую подготовку, в том числе мы продолжаем их обучать, то есть если ты делать там тысячи раз одно управление, конечно после того очень сложно уже поменять это движение, которое уже изучено, которые мышцы уже запомнили, головной мозг уже запомнили это движение, с каким скоростям, с каким ритмом это сделано. Другой очень важный вопрос, вот если ребята начинают делать с одинаковым ритмом это движение, тоже неправильно, надо сразу сказать им и исправить, чтобы не начали делать с одинаковым ритмом, потому что мы должны во время обучения боксеров обучать и правильно реагировать, и если мы делаем одинаковым ритмом, у нас не получается правильное движение на реакции и глаз боксера уже не работает. Методы преподавания это самое важное именно обучать боксеров методы преподавания, поэтому надо показывать шаг за шагом, если возможно использовать точный порядок физических действий. Сначала передвижение, потом удары, потом защиты, потом все вместе. Шаг за шагом надо, чтобы сначала делали части движения, а потом уже целостные движения. Пока показывает, объясняйте причину и значение каждого действия, почему именно надо перевести например весь тело на переднюю ногу при ударе, чтобы использовать массу удара при ударе. Почему оттяжка? Потому что уже амортизировать, отпустить это сила удара, которая придет от соперника. Показ будет иметь успех, если тренер его запланировал так, чтобы показать все этапы действия правильной последовательности. Значит, именно того, что мы начинаем из этих движений, которые нашим спортсменам уже знаемы. Значит, они это движение уже прошли. Вот в Эстонии, например, есть чемпион мира по капе, которые бросают капе. он пришел к боксу, закончил карьеру в легком атлетике, пришел к боксу. И знаете, какой у него сильный удар с правой рукой. Я даже у боксеров не видел такого сильного удара. Он бросал капе более 90 метров. Значит, уже это движение, которое у него есть, уже он мог использовать в боксерском поединке. После тренировки три месяца в боксе, он выиграл уже с нокаутом опытного боксера. Так что эти знаемые движения могут быть вспомогательным при обучении боксерских движений. Этот метод, именно наглядный метод, рекомендуется для преподавания технических умений, потому что показывает все необходимые этапы в порядке удобном для успешного заучивания. Показ дает ученикам возможность смотреть и слушать. И этот метод можно использовать успешно для технической подготовки и для физической подготовки также. Именно когда мы покажем физическое упражнение, мы должны показать его правильно. как делается правильно, потому что там тоже есть фазы. Например, при ударе у нас есть разные фазы. Отталкивание с правой ногой сначала, потом поворот туловища, потом применение ручки, и потом руку принесем назад, переносим веса тела обратно к середине. А также есть, если мы будем делать разные гимнастические упражнения, кувырок, например, там тоже есть разные фазы. И это уже называется упражнение физической подготовки. Но ему тоже надо обучать. И поэтому именно при физической подготовке надо тоже пройти правильные этапы обучения. Например, Финляндия очень популярна хоккей. Опять финны второй год подряд стали чемпионами мира и олимпийскими чемпионами. Значит, у них при молодежи уже делается силовую подготовку. Ну, делают только на технику. подтягивания на перекладине хорошо. Но еще упражнение со штангой. Упражнение штангой, которое весит 10 килограмм. Потому что сила в этом виде спорта в хоккее очень важна. Они начинают заниматься силовой подготовкой после обучения работы штангой через два года. Когда у них там возраст уже 16-17, они уже начинают добавить вес штангу и начинают уже силовую подготовку. Ну, сначала тоже надо изучать технику именно при работе штанги, потому что он может перенести к разным травмам. Метод объяснения используется для разъяснения утверждения неясного контекста, для описания факторов и ответов на вопросы. Для успешного применения метода объяснения в преподавании тренер или инструктор должен ясно понимать факты или предмет, который он будет объяснить. Этот метод отличается от метода наглядного показа метод наглядного показа хорошо использовать для разъяснения или понимания физических действий, а метод объяснения помогает ученику понять предмет. И это можно успешно использовать для тактической подготовки, понимания тренировочной программы и понимания управления питания и веса, сгонка веса. метод обсуждения обсуждения открытый форум, где тренер и инструктор выражают свое мнение и факты, ученики также высказывают свое мнение. Метод обсуждения естественная возможность для взаимодействия тренера и ученика, для развития понимания между ними. Именно когда мы расскажем про разных типов тренеров, тогда при методе обсуждения мы можем говорить о демократическом варианте тренера. Он услышивает, дает обративность и скажет свое мнение. Это успешно используется для тактической подготовки, ментального тренинга и мотивации. Но конечно метод обсуждения с начинающим боксерами используется меньше, чем высокогласными боксерами, потому что уже мнение боксеров это основывается на свои действия, которые они знают. Они знают, как надо делать, и они могут дать обративный связь. Как он почувствовал, например, вот эту нагрузку, и тренер может после того делать изменения на тренировочные планы. Успешно этот вариант обсуждения используется в практической подготовке ментального тренинга и для повышения мотивации спортсмена. метод анализа. Вот один метод, которым нужны знания именно тренера. Тренер должен знать при того, как он начинает анализировать. Здесь самая большая разница между боксерами, с молодыми тренерами, которые перешли из карьеры боксера на тренера. Именно метод анализа. Уметь анализировать других спортсменов как тренер, не как конкурент или не сам боксер, потому что каждый мышляет по-своему. Но тренер должен найти особенности для каждого человека, потому что невозможно сказать, что есть только единственное правильное движение, есть только единственный правильный вариант. У нас миллионов людей, для каждого есть свой самый лучший вариант, потому что одни высокого роста, другие маленького роста, другие силовики, другие другого типа тела, надо анализировать и уметь анализировать, при том же иметь хорошее знание, на котором эти факты подтверждаются. Метод анализа развивает сложную тему или информацию к части. И чтобы помочь ученику лучше понять тему или информацию. Для успешного применения этого метода тренер должен планировать и заранее изучить данную тему или информацию, чтобы быть успешным с этим методом. Этот метод рекомендуется использовать во время рассмотрения тренировки боксера, его достижения на состязаниях и прогресс в развитии. успешно можно использовать для технической подготовки также, но для физической подготовки и рассмотрения отдельной тренировки или рассмотрения достижения на состязании, а также анализировать, например, при беговую подготовке. Вот сегодня бегал 5 километров за 30 минут, а следующий день бегал 6 километров за 30 минут. Значит, надо уже анализировать, почему вчера не мог бегать 6 километров, а сегодня только. есть разности между людьми, но есть и разности между днями. Как правильно планировать, надо обсуждать с разными тестами, что чему мы хотим достигаться, и поэтому при планировании всегда надо поставить цели и обсуждать именно тренировочные планы или одной тренировку, или недельную тренировку, как выдержал при недельной подготовке, например, нагрузку, как восстановиться. Для этого надо анализировать, для этого надо получить информацию. Самая лучшая информация, которую вы можете получить, придет прямо от спортсмена. Он может быть условным варианте, но он может быть и через разные действия. Например, тест на велоэргометрии, измеряя работоспособность боксера. Следующий метод преподавания преподавания наглядные методы. Наглядные материалы, они очень важные инструменты для преподавания. В зависимости от различных инструментов, наглядным методом можно обучать спортсменов и физическом и ментальном отношении. Тренер должен подобрать подходящий наглядный продукт, чтобы увеличить эффективность и достичь своей цели. Однако недостатком наглядного метода является отсутствие взаимодействия. Кроме того, наглядный материал может оказаться чересчур общим для работы по конкретным вопросами. Но этот метод можно использовать на технической подготовке, обучении боксера, физической подготовке, тактической подготовке и для ментального тренинга. И следующим уже придем к методам тренировки. По этой теме, кстати, поговорили с Валентином Наумовичем. Он считает, что правильный метод тренировки это практический. Практический метод есть практический и есть наглядный. Но я считаю, что все практические варианты, где используются физические упражнения, они считаются методом тренировки. Хотя мы сначала преподаваем, наши ученики учатся при разных движениях, но мы сразу должны начинать их тренировать. Сначала обучать, а потом тренировать. Тренировка не только при выносливости, развитии силы, разных функциональных качеств, но и тренировка и самому технического и тактического действия боксера. Чтобы они были сделаны быстро и можно уже использовать разные варианты ударов, разные защиты, комбинировать их с друг другом. Вот пройдет уже развитие, развитие по технику. Что значит методы тренировки? Они применяемы в тренировочном процессе, делаются на две группы. Есть беспрерывные методы, постоянные и прерывные методы с перерывами. При беспрерывном методе определения упражнения выполняются без отдыха между комплексами. При прерывном методе упражнения выполняются с перерывами для отдыха между упражнениями или комплексами упражнений. Какая у нас есть терминология? Комплекс это серия повторений. Серия повторений. Повторение число упражнений отдых время для отдыха между комплексами и между сериями. Частота сердечных сокращений. Число ударов сердца за определенное время. Особенно измеряется во время боксерской тренировки за 10 секунд, потому что он дает определенное количество ударов. есть и 30, значит 180, есть 25, значит 150. А если это надо начинать измерить подлиннее, уже у нас пульс падает и он не дает правильный суммарный пульс. Но при отдыхе, например, утром, если измерять пульс, это можно делать за минуту, 30 секунд, потому что пульс невысокий утром. Если спортсмен хорошо тренировался, при высокой тренированности бывает 40, 40, 50 при хорошей тренировке. Обычного человека из 60 до 70. Перед работы это продолжительность упражнения. При беспрерывном методе существенным принципом беспрерывного метода является отсутствие отдыха между упражнениями. Беспрерывный метод тоже делится на две категории с постоянной интенсивностью, постоянный бег, например, 10 километров, не изменяя интенсивность, и с изменчивой интенсивностью. Как я сказал уже, например, бег в фартлик, где постоянно изменяем темп. Или мы постоянно бегаем, но повышаем темп, снизаем темп. Бегаем в горы, спускаемся, бегаем в горы, спускаемся. Опять же, интенсивность поменяется. И режим работы тоже меняется. Интенсивность относится к тому, сколько работы или усилий выкладывает спортсмен в упражнения. беспрерывный метод с постоянной интенсивности развивает общую и силовую выносливость. Можно делать без изменения трудностей или интенсивности. интенсивность например, усложное упражнение, например, бег на песке. Изменчивые интенсивности упражнения выполняются при постоянном изменении трудности. эффект на развитие общей и силовой выносливости в более высокой степени. уже интенсивность с этими упражнениями повышается. Когда мы начинаем планирование, годовое планирование, там разделяем уже этапы подготовки. И при разных этапах подготовки есть разные упражнения, которые использовать. В том числе мы должны иметь в виду, что посредственно подготовлен подготовлен нашего спортсмена к соревнованиям интенсивность постоянно должен повышаться, а объем снизаться. Поэтому объемная работа, бег на постоянной интенсивности, например, очень хороший использоваться именно в общеподготовительном этапе. А при специальном подготовительном этапе мы можем уже больше и больше использовать интервального метода. вообще мне много. Много месяца. Так, у кого-то опять микрофон открыт, немного мешает. Закройте микрофон, пожалуйста. не вижу у кого кто-то катается на машине. Курбан Гильди, я ваш микрофон закрою. Не мешает. Так, прерывственный метод с повторениями. Метод повторения является счетанием трех элементов. Продолжительность упражнения, числа повторения или серии упражнений и отдыха между ними. При тренировочном методе повторения интенсивность упражнения должна быть максимально. Поэтому для получения наилучшего результата спортсмен должен уже знать технику выполнения упражнения. Ну, например, при силовой подготовке делается три-четыре серии одного упражнения. Сколько делом повторения, это зависит опять же, что мы хотим достигаться, к чему хотим достигаться к этим упражнениям. Или силовой выносливости, если делать больше повторения в серии силовой выносливости из 20, то 30. А если уже на взрыв, тогда скажем там три-четыре то пяти максимально очень интенсивной работы. Если развивать максимальную силу, то есть обычный метод три серии по пять повторений или пять по пять. И зависимо от этого, каких мышечных групп мы будем использовать, и если делаем глобальные движения, конечно, у нас частота сердцевых сокращений повышается больше, и мы должны отдыхать поэтому долгосрочнее. Поэтому тоже есть свои нюансы, которые надо знать, чтобы делать эту подготовку правильно. При тренировочном методе повторения интенсивность упражнения должно быть максимально, повторение именно максимально и привести к утомлению, чтобы был эффект тренировки. Перед отдыха при методе повторения должен быть достаточно долгим, чтобы спортсмен мог полностью восстановиться. Частота ударов сердца близкая к нормальной. Спортсмен должен достичь польного восстановления, потому что он должен выполнить то же упражнение снова с максимальной интенсивностью. Из польного восстановления упражнения не может быть выполнено правильно по методу повторения. Тренировочный эффект развития скорости, скоростной выносливости, максимальной силы и динамической силы. Именно при развитии скорости. Запомните, пожалуйста, что здесь развитие скорости здесь не существует молочного кислота. Если мы начинаем делать упражнения с продукцией молочного кислота, значит мы уже тренируем не скорость, а скоростную выносливость. И чтобы не был молочного кислота, мы должны делать движение на скорости достаточно коротко, с хорошим восстановлением в покое, чтобы сокращение сердечных ударов не было более 160 и 170, потому что тогда уже начинается продуцировать молочная кислота. Поэтому есть разность развития при скоростной выносливости и скорости, а также максимальная сила и динамическая сила. Следующий метод это у нас прерывствий метод с перерывами. Чтобы применить метод интервалов, тренер должен планировать тренировочные занятия, внимательно обдумав продолжительность упражнения, его интенсивность и период отдыха. В отличие от метода повторения, спортсмен не получит период отдыха, необходимый для польного восстановления. Например, бег на короткую дистанцию на 30 секунд при максимальной интенсивности, отдых между спортами 30 секунд, заново бег на короткую дистанцию на 30 секунд при максимальной интенсивности, опять отдых, легкий бег 30 секунд и так далее. Поэтому здесь есть очень большое изменение при интенсивности. В зависимости от цели тренировки тренер должен подобрать правильную продолжительность усилия, продолжительность отдыха и число повторения. И тренировочный эффект на развитие специфически скоростной и силовой выносливости. Потому что, как я уже раньше сказал, боксерские движения должны быть быстрыми, интенсивными. В течение трех минут у нас часто сокращение колебляется до 190, даже до 200 у молодых спортсменов. Но уровень молочного кислота конца третьего раунда очень-очень разный. Есть спортсмены, у кого очень хорошие интервальные, то есть делали очень хорошую интервальную работу, у них молочная кислота повышает 15 миллимолов в миллилитре, 15 миллимолов в литре крови. Значит, это очень интенсивная работа уже. А есть спортсмены, у кого он никогда не колебляется больше восьми. Это значит, что у них как бы есть тормоз, они не могут превышать больше, не ускорять свое движение. Переработка молочного кислота для энергии тоже очень важна, поэтому интервальный метод можно использовать после того, когда мы сделали хороший фундамент именно долгосрочным бегом и меняя интенсивность бега. на общеподготовительном этапе. Вот еще слайд правда на английском нашел на русском у нас не было. Еще вот объясняю. Uninterrupted метод это называется беспрерывный метод с постоянной интенсивности и с изменением интенсивности там есть прерывный метод с повторами и с интервалами есть длинные средние и короткие интервалы стартовые методы соревнования спарринги игры разные выступления на разных соревнованиях не только по боксу можно побегать марафон или 100 метров участие при разных разных соревнованиях хорошо час прошел я считаю можем делать сейчас маленький перерыв по 10 минут а потом продолжаем уже со стилем преподавания и тренировки немного раскрывал уже в течение часа эти стили преподавания они очень важны знать ну наверное уже многие вас и знают но можем потом обсуждать для кого какой метод больше нравится и после того мы пойдем дальше с некоторыми элементами общей подготовки на высшем уровне теория и практика и расскажем какую тренировку делать на выносливости для силы для развития быстроты для координации развития координации наглядности и какие есть методы и варианты а потом уже пойдем применение общей общей подготовки изометрические и плеометрическая сила и потом уже продолжаем с планированием тренировки на высшем уровне второй час и третий час тренадцать ноль восемь через десять минут у тебя сколько время мир жил 13 08 а там 14 значит в казахстане наверное 14 14 08 хорошо ну хорошо делаем 14 20 тогда по казахскому времени возвращаемся сюда и уже продолжаем следующие лекции я сейчас закончу сапт